Казель Я вас приветствую на своем канале и в мастерской Custom Box. Сегодня у нас знаменательнейший день. Сегодня финальная подготовка к сдаче Скайлайна Насте Туман. Как вы могли видеть в предыдущем видео, кстати, кто еще не видел его, обязательно зайдите, посмотрите по расширению. Там полная информация, как все делается, ставится. И, в общем, после этого видео прошло буквально полторы-две недели. Была проделана огромная работа. Если честно, последние два дня я сплю, наверное, часа по четыре и сил практически уже не остается. Но я знаю, что завтра-завтра она получит наконец-то эту машину свою долгожданную. И я готов представить вам с честью и с гордостью результат проделанной работы. Ну как вам? Как вам результат? Заценили? Заценили. Это же просто бомба. Настя хотела все это заклеивать пленкой. Но я думаю, завтра она увидит ее в новом цвете. И, может быть, она скажет, что нет, ну я нафиг эту пленку, не буду ее клеить. Ну я бы не стал клеить. Ну реально, тачка же крутая. Мы много вчера времени потратили на сборку салона. Потому что все, что было до этого разобрано предыдущими людьми, валялось по разным коробкам. Чего-то в итоге не хватило. Буквально там нескольких мелочей. Типа молдингов, там резинок на задний проем дверной, шильдиков, поворотника одного не хватает. Но в целом машина получилась комплектной. Осталось доделать что? Осталось подкрасить вот поворотники, ой, дворники только что. Сейчас я его видел. Почистить задний диван. Вчера мы пеномочистителем забрызгали переднее сидение. И они прям вот как новые практически стали. Единственное водительское место. Предыдущий владелец, наверное, очень любил курить, поэтому в дырках с этим ничего не поделать. Ну а в целом чистенький салон, все упожено. Также нам осталось еще покрыть днище и все швы шовным герметиком, антигравием. У нас сейчас как раз освободился подъемник. Заедем, все это сделаем, вам покажем. Кстати, сейчас я вам расскажу про шовный герметик, потому что многие мне писали, спрашивали, что это такое, где брать и как использовать. Важный момент. Мы хотим накрыть ее большим презентом, который мы взяли у Жени Дубровского. Гриха нам его привез. Спасибо, Гриша. И будет большой-большой сюрприз. Она завтра приедет, мы все накроем, спрячем. Сверху поставим большой бант и будем ловить ее реакцию, эмоции. Ну а сейчас пойдемте чистить салон и забрызгивать нища. Осталось всего пару недель лета и официально летний сезон 2018 будет закончен автомобильный. Поэтому очень хочется посетить как можно больше каких-то мероприятий, которые будут проходить сейчас в ближайшее время. И одним из таких мероприятий является НАЦ-фестивал, куда я сейчас и отправляюсь. Это выставка тюнинг, дрифт, спорт, тачек. В общем, все, что связано с автодвижухой. Мы туда на этот фестиваль ставим наш фудтрак. Будем готовить вкуснейшие бургеры для посетителей данного мероприятия. Ну а, собственно, вам я решил все поснимать, показать и, может быть, кому-то это будет интересно. Я на месте. Газель, вот, как вы видите, стоит сзади меня. Сейчас похожу, попрожу, поснимаю. Машины разные. Ну, есть проекты, кстати, может быть, из-за того, что это находится не совсем близко к Москве, Здесь есть проекты, которые я, кстати, не видел. Что? А чем занимается Кастом Босс? Есть контура, и для кого не вопрос, она называется просто Кастом Босс. Ты туда приедешь в жару или в метели, твой автомобиль по новой застелит. Ты можешь сделать движок или очень резко поменять стойку, починить подвеску, поставить музло или покрасить тачку. Короче, Кастом Босс на стиле и никак иначе. Вот такой пеноочиститель, вот такая вот тряпочка, творят чудеса, реально. Если кто-то не пробовал, в принципе, может купить, он недорогой, что-то там рублей 300 стоит, и, в принципе, его должно хватить как раз на диван. Короче, обильно, прям поливайте и не боитесь. Конечно же, нужна нормальная профессиональная чистка. Вы сами понимаете, что у меня в моих условиях здесь ее нет. Я детейлингом не занимаюсь и химчисткой салонов. Но вот это решение более чем оптимальное. По-хорошему, Настюхе потом, конечно, отправится в какой-нибудь детейлинг. Да, и, кстати, как вы знаете, у Насти горела машина, у нее сгорел ковер. У меня был Левин на разборке. Поэтому, но без рыбья и рак рыбы, как говорится, взяли и поставили от Левина ковер. Он чуть-чуть по длине коротковат, подрезали. Ну, в целом, нормально. И коврики у нас еще есть. Собираем машину вообще прям по фэншу. Потом все это микрофиброй вот растираете. Вот видите, грязище скок. И все. Ну, в любом случае, вы видите, как диван преображается. Блин, конечно, я видел в комментариях, там у Насти писали, вот там какой-то типа хач-сервис, там что-то назвали. Все по углам валяется. Ребят, поверьте, этот салон такой засранный был изначально, как он вообще приехал просто ко мне. Поэтому там складывать его, пленочка заматывать, там вообще никакого смысла не было. Да, ну и совсем забыл. Соответственно, еще после покраски сейчас краска чуть-чуть встанет, затвердеет окончательно и полирнем машину. Так что есть, конечно, там соринки, пылинки чуть-чуть. Вот, ну, прям совсем чуть-чуть. Не без них. Скоро засверкает еще ярче. Монтана наше все. Ну что, снимаем колеса, моем их, чистим, покрываем все арки шовным герметиком. Как обещал, я рассказываю про нанесение распыляемого герметика. Его просто так не нанести. Его нам нужно носить с помощью вот такого специального пистолета. Этот пистолет Radex. Стоит он где-то в районе 7-8 тысяч. Есть еще такие же пистолеты, но тоже для распыляемого герметика, 3Мовские. Но они, естественно, стоят там нормальных денег, что-то в районе 20 тысяч, по-моему. Китайцы, естественно, постарались и сделали специально для нас хороший, довольно-таки тоже пистолет, копия 3М. Он стоит тоже там что-то около 10 тысяч. Теперь про само покрытие. Я использую террасон MS9320SF. SF это, по-моему, суперфаст, как на переводе, то есть он быстро сохнет. В принципе, это практически заводское покрытие, которым покрывается автомобиль. Вот как вы видите, здесь есть вот такое заводское покрытие. Вот, по сути, это то же самое. По консистенции после высыхания он становится практически резинный и не подвержен никаким высыханиям, потрескиваниям. То есть это прям вот реально надежное вечное покрытие, которое не даст вашей машине заржаветь. Через него, чтобы пробиться, я не знаю, потому что нужно взять отвертку, царапать, колянуть. Вот, также я еще использую, куда же мы без 3М. Это 08868 3М. Это, по сути, антигравий, но антигравий тоже в большем проценте содержащий в себе резину. И он также менее подвержен потрескиваниям, растрескиваниям, чему подвержено большинство антигравий. Почему, в принципе, антигравий нежелательно носить? Потому что со временем он лопается, туда попадает влага, и все это у вас ржавеет и гниет. Можно комбинировать, можно шовным герметиком покрывать там только швы, а этим покрывать плоскость. В принципе, на этой машине как раз так я и сделаю. Вот такие у нас, вот такие вот у нас бургеры. Вкуснейшие, вкуснейшие, сочнейшие. Смотрите. Вот это подгон. Старейший, старейший синдикат. Я сейчас буду плакать. Рыбачка, да? Рыбачка. Йоша, мы с теле день за днем поднимая руки выше флоу, заряженный в патрон, убирает насмерть лишних стиль. В микро и спать, меля. Вот, ну все, все, хватит, начал, начал. Короче, он у Яна трек вообще нереальный вышел. Ссылочка внизу. Ссылочка, ну, реально, я это говорю не потому, что как бы его попиарится. Мне реально, ну, как бы, вкатил трек. Прикольно. Да, прикольно. Да, прикольно. Че, дрив, дрив, пацаны. Дрифт. Это дрив. Это дрив. Баллон уже у меня заряжен. Сейчас покажу на другом, как он, в принципе, там, ну, легко вставляется, просто скрываете, засовываете, все. Работаем на четырех атмосферах. Смысл в том, что, смотрите, то есть, по сути, здесь две настройки. Одна настройка – это воздух, а вторая настройка – это подача материала. И вы именно регулировкой воздуха можете регулировать факел. То есть, либо это будет прям жирную класть, либо он будет распылять. В общем, в этом, как бы, есть смысл. Но мы сейчас будем закрывать сварочные швы, поэтому нам нужно, чтобы он шел именно, там, колбаской. Короче, как вы видите, я переоделся. А переоделся я, извините, во что? Ты-ды-ды. Я сделал футболочки, белые и черные, просто с логотипом. И, кстати, если хотите приобрести такую же, или получить ее в каком-то розыгрыше, то проходите по ссылке в мой инстаграм, подписывайтесь, и я вам там пишите в директ, я вам отвечу по стоимости, и, соответственно, следите за лентой, и там периодически буду их разыгрывать. А мы продолжим дальше. Смотрите, в общем, тут, в принципе, все откручивается, просто задняя часть вытаскивается, уже пустой. Берется новая, просто пробивается сзади крышка, и все, и делайте дырку. Отверстие, делайте отверстие. Все, просто вставляете его туда, ну, там, садится, его даже не нужно, там, не закручивать, ничего. И все, и притягиваете. Ну, все, и погнали дальше. И после того, как вы попользовались, не обязательно его, там, продувать, вычищать. Он автоматически сам продувается воздухом, и можно его прям так оставить, он будет лежать, там, неделю, две, три его, и возьмете, подключите, он опять будет работать. Субтитры сделал DimaTorzok Все, ребята, официальная обработка днища закончена. Время полвторого ночи. Работа с этим автомобилем до двух часов ночи становится традицией. И, если честно, я просто затрахался задувать днище антигравием. И под конец мне помог Серега, потому что спина у меня просто уже отваливается. Собственно, мы сейчас ставим колеса, которые я уже, как вы видели, помыл. Перегоняем обратно в малярку, накрываем чехлом. И, собственно, завтра в 10 часов Настя приедет принимать. Илюха, ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Все уже уехали. Ты приехал, утрешь машину. А я такой. Я все-таки надежда, что я получу какой-то номинат. Илюха приехал чисто за наградой. И он ездит на все выставки только за наградами. Он на них не приезжает с утра, он приезжает на них к вечеру. Ну что, мероприятие закончилось. Мероприятие, конечно, немного у ребят с рекламой чуть-чуть не получилось заранее. Поэтому народ приехал не очень много, но, тем не менее, такая неплохая туса получилась. Получилось чуть-чуть продать бургеров. И еще таким бонусом нам дали два благодарственных письма. Кастомбокс, Дубровский синдикат. Так что тоже приятно. Спасибо организаторам, Лехе, Ане. Круто, ребята, спасибо, что позвали. Ну а я погнал дальше. Ваня, а вот это вот что? Что это? Это Ленин новый проект. Он мне очень долго о нем рассказывал. Когда он его еще, кстати, не купил. Вот сейчас купил, и мы будем все следить вообще, исполнятся ли эти дикие желания, мечты и идеи. Это мой новый проект. Я буду делать ИЖ, Люпи Пикап, Дрифт Техничка. Он останется желтым, мы его покрасим в цвет ландоргини. Хуракан? Хуракан, да, там спать, биг, бэк, перфомант, что-то там. Эдишн. Сейчас свет возьмем с собой. Пока что мы имеем в кузы стандартном, пока что в стандартном. У нас очень крутой тюнинг выполнен у нас стоит. Два сидения от чего? От Тойоты. От Тойоты Левин. От Тойоты Левин, точно. Удобно, ты зашел, сел, присел, все хорошо. Также у нас лежат колеса, сжгли просто, блядь, сколько могли вообще. Все сожгли. Вон дым, дым остался, да? Дым остался, да. Тушили, садил с дымом. Да нет, только тушили. Мы по гальке просто в Техасе гоняли. С чарджерами всякими. Чарджерами всякими, они там все, так, так. Я готов представить вам хозяйку автомобиля. Вы ее все знаете. Пойдет. Нет? Пусти меня, спусти. Стой здесь. Ну что, переживаешь? Да, да, мне прям... Сколько ты ее делаешь? Да, уже год. Год? Да. Год. Год она ее мучает, страдает. Ну пошли. Все, страдания окончены? Да, да. Страдания твои окончены. Сейчас мы тебе презентацию проведем. Открывай, милый, окрой! Ну подожди, подожди. Давай, тебе посексуальнее открывать? Конечно. Да, давай. Ну с какой части ты хочешь? Вот так вот, прямо. А может быть ты хочешь так вот, типа, знаешь, как это, девочки, ножки там... Нет, я хочу полностью все. Ну вот так вот чуть-чуть-чуть. Давай, 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 давай. Да? Блин, какой нахеренный. Просто. Блин. Блин, не могу. Блин, вообще топчик. Ваня, капец, что ты наделал со мной? Ну есть еще на чем работать на самом деле. Прямо. Ай, черт, не будет. Конец. Мне тоже жалко на нем ехать, если честно. Еще его полирнем просто. Сейчас эта краска встанет. Еще буквально там день-день-два и полирнем. И будет вообще. Все, мы презентацию провели, скажем так. Настюха довольна, счастлива, собственно, как мы и ожидали. Ну и у меня главный вопрос. После того, как что ты увидела, у тебя все еще осталось желание затянуть ее, как правильно, обклеить, да? Пленкой? Нет, вот прям на данный момент прям отпала полностью. Потому что, блин, вид сейчас очень топовый. Прям круто. Единственное, конечно, портит вид это из-за того, что стойки стоят. Ну, занижение, да. Да, что джип сейчас прям у нас такой. Но обклеивать не хочу вообще. Надеюсь, в этом виде красивом он сохранится долго. Потому что все-таки это дрифт корч. Да, мы тоже очень надеемся, что он останется в таком же виде. Ну и напоследок я хочу сказать, что на самом деле прям вот большое удовольствие нам всем доставило работать с твоей машиной. Не мучения? Да нет, ну местами мучения, конечно. Но вот именно там итоговый, финишный, финальный результат. Он, конечно, все перекрывает, и твои эмоции, блин, это круто. Так что качайся, 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 качайся. Так что катайся на здоровье, будь аккуратна, приезжай к нам почаще. Есть! Это отлично сработало! Подарочек? Да, вот, ну, есть комплект ковриков, у тебя там их нет, чтобы не пачкать чистый левеновский ковер. Вот, и, блин, сейчас я их закину. Давай, давай. И, сейчас у меня еще вам подарок режиссуры есть. У-у-у, ничего себе! Ну, еще один такой маленький подарочек, просто как, не знаю, на память, что ли. Я тут все мальчики сделал. О-о-о! Да, вот, Excel это режиссуре. 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 Саня, это тебе. И чусь, нормально. А мне беленькая. А ты беленькая, да. Я думаю, мы еще не раз вернемся к Ване, потому что у нас еще много машинок. Как ты, подбиваешься еще? Делать мою машину? Да. Ржавок, который нужно красить? Да, да, да. Мы всегда только рады. Это отлично. Продолжение следует...